Здравствуйте! Сейчас настало самое хорошее время о том, чтобы поговорить о цитрусовых. В частности, сегодня я расскажу вам о лимонах. Представьте себе, что вам очень повезло, и вы прикупили по хорошей выгодной цене эти чудесные плоды. Но их нужно сохранить, потому что их много, а зима холодная. Лучше всего, конечно, их хранить в нижней камере холодильника, потому что там есть специальное отделение для фруктов. Но бывает, что в холодильнике нет места, оно занято или слишком мало. Самым известным способом, конечно же, является, когда мы берем лимон, режем его на дольки, укладываем в баночку и пересыпаем сахаром. Сахар также можно заменить медом, что будет, естественно, и полезнее, и приятнее, и вкуснее кушать. Но есть и другие народные средства, как сохранить лимон. Берем, например, мы емкость. Можно взять обыкновенный трехлитровый баллон, можно взять даже кастрюлю. Возьмем, например, банку. Лимоны укладываются в баночку, в емкость любую. Заливаются холодной водой и обязательно ставим в прохладное место. Единственное неудобство этого способа, что лимоны нужно, воду нужно сливать каждую неделю. Но таким способом можно сохранить лимоны до двух месяцев. Еще одним хорошим способом является хранение лимонов в какой-нибудь коробочке, емкости. Мы берем лимончики, складываем их и слоями пересыпаем мукой. Пересыпаем мукой, докладывая лимоны до самого верха. Вы скажете, зачем же тратить муку на это? Ведь мука – это продукт довольно дорогой. Но если положить сюда же пару долек чеснока, то в вашей коробочке не заведутся никакие жучки. А по мере использования лимонов вы сможете этой же мукой воспользоваться для своих нужд. И также убираете желательно в кладовочку. Также еще хорошим способом хранения лимонов является мы берем плод, заворачиваем его в пергаментную бумагу и очень плотненько укладываем в коробочку. Каждый лимончик заворачиваем и укладываем, плотно прижав друг к дружке. Если у вас есть сухой песок, то это будет еще лучше. То есть просыпать еще можно сухим песком и также убрать прохладное место.